доброго всем дня дорогие друзья давно у нас не было видео обзоров потому что было очень некогда у нас были массовые отправки бегом бегом все посылки которые у нас были апрель май они уже отправлены сейчас стоят на упаковке и принципе вот вы слышите по звуку пакуются растения которые были приобретены буквально в течение двух дней все видите стоит под лампами на свету и все это будет отправлено самые краткие сроки поскольку у нас сейчас идет массовая распродажа ликвидация склада мы покажем и расскажем что у нас осталось в наличии какие растения естественно идут скидки скидки хорошие и сразу акцентирую потому что сразу возникает очень много вопросов начинают многие писать связи с чем уценка еще раз говорю потому что я уже не знаю где мне писать где говорить где кричать это не уценка это распродажи распродажи это маркетинговый ход связанный с тем что нам нужно ликвидировать продать все растения освободить склад растение вы видите все в прекрасном состоянии отличного качества все свежие поэтому показываю специально делаю видео обзоры ролики чтобы было понятно что это не брак это не уценка а связи с тем что нам у нас есть необходимости потребность соответственно мы распродаем все все абсолютно растения помимо растений есть у нас продажи и грунты и моно грунты моно грунты это имеется ввиду лава циолит перлит вермикулит и так далее есть у нас технические горшки в продаже и есть наши грунты которые мы производим дальше есть еще бу горшки их тоже вам покажу они у нас тоже идут вот вот их как раз таки мы распродаем прям вот за за очень низкие по очень низким цен поэтому кого интересует бу горшки пишите мы вам напишем какие фото пришлем и цену укажем начну я наверное ролик с главного да то есть у нас идет распродажа комнатных растений почему сразу говорю сразу изначально чтобы сориентировать вас и по цене и по наличию то что если там что на самом деле все очень-очень быстро разъезжается раскупается приезжать соответственно люди к нам покупают и естественно мы фотографируем отправляем далее связи с тем что мы сделали акцию то есть покупая любое растение комнатное растение абсолютно любое вы можете приобрести цитрусы в восемнадцатом горшке по цене 3500 двадцатый горшок вот 18 горшки что вам было понятно да то есть вот вот это 18 горшки 18 горшки по цене 3500 фактически размером они с 20 ну вот чтобы вы понимали вот стоит 20 в желтом горшке в коричневом 18 видите вот такие 18 горшке стоит у нас 3500 акций если вы условия дорогие мои вы не слышите условий условия если вы приобретаете любое комнатное растение по оптовой цене по низкой цене вы можете приобрести любую цитрус 18 горшке за копейки 3500 это очень низкая цена дальше если вы приобретаете любое комнатное растение то вы можете купить цитрус в двадцатом горшке вот двадцатый горшок например в рекатный эврика pink 4500 еще раз объясняю и говорю то есть все растения мы показываем я вам сейчас еще медленно все пройду покажу ознакомлю вы можете посмотреть остановлюсь для того чтобы могли выбрать и понять все растения в прекрасном состоянии в отличном буквально недавно я показывала такой как это даже сказать так шорт был выставлен о том что мы проводили обработку это не рекомендация как обрабатывать опять же мои любимые хейты хейтеры которые написали тут же что вы неправильно обрабатываете вы должны людям показывать это этот ролик был не для того не обучающий господа уважаемые этот ролик был для того чтобы показываем что мы обрабатываем растения от вредителей специально показали что внутри у нас раствор не водой опрыскиваем раствором еще раз хочу сказать что не надо все предпроводить критики опять же так да пожалуйста пишите что хотите но если я не вижу конструктивной конструктивных каких-то ответов или ваших комментариев я отвечать даже не буду честно ну прям смешно во первых мы вот хочется задать вопрос господа уважаемые вы в квартире как обрабатывать от вредителей сильными химикатами когда у вас квартире животные и дети и когда вы все находитесь квартире вы как обрабатываете еда ядовитыми растворами как вы это делаете то есть вы одеваете респиратор перчатки старую рабочую одежду резиновые сапоги но также положено по инструкции и обрабатываете да а то что у вас в квартире находится все остальные жители вам плевать но вы же беспокоитесь о здоровье или как вот объясните прежде чем хейтить вы сначала подумайте что вы пишете ну конечно мы одеваем резиновые перчатки это раз во вторых у нас во первых открыты окна и двери и мы обрабатываем уже когда склад закрыт после восьми соответственно конечно покупатели нет это раз да у нас резиновые сапоги для полива и так далее даже поливаем в резиновых перчатках плюс ко всему мы в одежде не от гучи хотя очень хотелось бы если вот кто сюда приезжает видит в чем я хожу и не только я потому что извините мы на себе таскаем все растения и явно мы не будем выглядеть как с подиума поэтому ну соответственно мы в рабочей одежде естественно и плюс самое главное я миллион раз писала и говорила о том что мы обрабатываем мы обрабатываем услышьте мы обрабатываем препаратами био биологическими которые после которых можно спокойно кушать плоды и не надо бояться соответственно они даже не пахнут вот так вашему сведению вообще не пахнут поэтому глубоко уважаемые с удовольствием хочу прям вот прям хочу вас поблагодарить за ваши отзывы и написанные комментарии и задуматься о том а как вы обрабатывать и чем вы обрабатываете растение у себя дома находясь когда у вас квартире животные и дети и помимо там уже я ну может быть конечно кому-то мужа не жалко мне вопрос вот поэтому тут у каждого свои виды на ситуацию это опять же мы отошли от самого главного обработки обработки нужно проводить систематически мы их проводим и показываем видеоролики для того мы их показываем мы каждый раз каждый раз мы показываем что мы поливаем каждый раз мы показываем что мы обрабатываем все что нужно по уходу за растениями можно отслеживать по нашим клипам роликам и так далее это было отступление и так растения обработаны но миллион раз пишу говорю этого мало потому что у нас открыты окна двери у нас каждую неделю приезжает новая поставка соответственно соответственно нужно обрабатывать и наших обработок мало поставить на карантин мы не можем физически это невозможно теоретически тоже поэтому растения обрабатываем систематически и вам рекомендуем при получении обрабатывать растения от вредителей дальше вот специально мы каждое утро проходим все 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 ряды вы видите да мы убираем листья чтобы не валялись не валялись на горшках чтобы не было процесса гниения то же самое рекомендуем делать и вам чтобы не было процесса гниения убираем всю грязь горшков убираем с поддонов и так далее убираем между ли между ветвями и тому подобное просматриваем каждое растение как она себя чувствует сегодня естественно как обычно с утра мы наводим порядок показываем иногда я специально в роликах оставляю показывая о том что друзья мои дорогие все растения сбрасывают листву естественно каждый день может быть то что какой-то из цитрусов не только цитрусов будут валяться листики это нормально точно так же как у нас с вами выпадают волосы каждый день то же самое происходит и с растениями это нормальный процесс и бояться этого не надо конечно нужно помогать конечно нужно использовать адаптогены стимуляторы чтобы облегчить нашим растениям нахождение вне природных условий потому что цитрусовые и экзотические растения это уличные растения южных регионов южных южных средиземноморья и так далее да это немножко другой другой пояс климатический пояс где они растут но они растут на улице там у нас здесь они растут только в оранжереях в квартирах и так далее поэтому по уходу у нас сегодня на дворе май еще можно сказать весна пока что еще весна что это значит это значит что как я уже говорила в этот период их осенью основной вредитель это тля она может появляться неоткуда поэтому мы обязательно обрабатываем однозначно смотрим и обрабатываем систематически она будет появляться потом уже когда конечно мы войдем в стадию лета там могут вылезти и другие жители и вредители тоже нужно смотреть и просматривать также нужно 1 месяц обязательно обрабатывать от от заболеваний то есть вот сейчас когда был у нас снят ролик мы показывали то есть мы в бак в баковую смесь мы добавили препарат от заболеваний то есть такие баковые смеси можно делать но нужно смотреть обязательно совместимость препаратов чтобы не произошло не произошла неприятность поэтому лучше всего конечно конечно обрабатывать отдельно отдельно от болезни заболеваний и отдельно конечно же от вредителей но обработки такие должны быть систематические обязательно поливаем мы теплой водой поливаем и по возможности бывает опрыскиваем сверху теплым таким душиком теплой водой для того чтобы стряхнуть ненужную пыль освежить наши растения чтобы было гораздо гораздо хорошо поскольку у нас прохладно достаточно прохладно еще еще пока что прохладно но бывает солнечные дни как-то проявляются сегодня у нас солнышко ну и вроде как потеплело но мы пока не гуляем потому что у нас очень много растений очень все вывести на улицу заново закатить это конечно тяжеловато поэтому мы пока не гуляем не знаю будем ли в этом году вообще гулять пока еще под вопросом потому что вы видите у нас огромные объемы но если у вас растение у вас есть возможность балкон либо у вас есть дача либо дом свой выносите растения на улицу не бойтесь выносите дав может быть вполне что сначала притянить если у вас опять же это южный регион и палящее солнце но немного притянить пока придет привыкание чтобы не было ожогов если в принципе вас это не напрягает ничего страшного потому что растения все все наши растения на живут и и произрастают как я уже говорила в зоне средиземноморья а там вы знаете что там просто нещадящие прямые солнечные лучи и все это растет под открытым небом и нашим растениям нужно солнце очень много нужно солнце ни одна лампа шикарная замечательная классно не заменит солнечных лучей и вы сами увидите что на солнце на солнышке ваши растения начнут давать много приростов начнут вы видите вот солнышко попадает все пошло 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 и начнут свистеть и начнут завязывать плоды поэтому нужно обязательно нужно много много солнечных лучей для того чтобы ваши растения радовались и радовали вас их естественно смотрим по мере просыхания не поливала сегодня вот опять же у нас помните вам говорила в ролике мы показали что у нас был полив это не помню два дня то есть еще раз говорю что по нашим этим роликом мы это делаем для того чтобы вы понимали когда у нас какие процедуры соответственно можете эти процедуры посмотреть отследить по уходу и применить для себя но это не факт потому что у вас условия будут разные вот смотрите был полив и вот пожалуйста грунт еще пока что слегка влажный а здесь совершенно сухой вот один и тот же вот один и тот же питомник одни те же один и тот же сорт и посмотрите какая колоссальная разница вот поэтому для контраста почему говорю не поливала сегодня пройдем попозже вечером польем именно только те экземпляры которые нуждаются в дополнительной дополнительном поливе только те потому что кто-то еще у кого-то достаточно влажный грунт дальше в основном все цитрусы которые у нас они привиты на подвой волкомериана это лимон который не требует зимовки но если у вас есть возможность и у вас есть красномясы красные сорта цитрусов конечно желательно чтобы зимовка была либо был вот этот не зимовка а перепад температур плюсовые дневные и вернее так плюс 20 дневной и плюс 10-15 ночные тогда у вас будет просто замечательные вкусные плоды те которые как и должны быть по описанию и по характеристикам сорта только так вы поймете что все-таки конечно не сравнить не сравнить эти вкусовые качества если нет возможности ничего страшного абсолютно ничего страшного есть конечно же у нас цитрусы из питомника цитрина их к небольшом количестве и мы об этом постоянно проговариваем которые привиты на трифляту летящего дракона это не совсем то полноценный трифлята которые все пишут летящего дракона она также может спокойно приживаться и уживаться в квартирных условиях но желательно конечно ей немножко прохладное место хотя бы там на балконе или на подоконнике где немного прохладней и европейцы обожают и очень-очень много покупают цитрусов именно на летящем драконе почему потому что они карликовые они более сладкие плоды получаются и занимают много мало места и много пространства остается для того чтобы приобрести еще какой-нибудь красивый цветочек либо цитрус и так по уходу я вам рассказала что мы делаем обязательно много много света солнце дальше полив умеренный так и продолжаем поливать умеренно обязательно обработки от вредителей от заболеваний обязательно в общем то вот и все рекомендации по уходу за нашими растениями независимо что это за растение цитрусовые экзотические растения вот рекомендации на май месяц примерно такие же рекомендации будут у нас и в июне и в июле растите выращивайте наслаждайтесь кайфуйте от наших цитрусов от наших растений мы очень рады благодарим за все ваши отзывы и все что вас интересует пишите обязательно конечно же ответим следующем виде видео я начну покажу вам обзор полный обзор по наличию растений комнатных горшечных и соответственно пробегусь по цитрусам экзотическим растениям выбирайте наслаждайтесь ребята дорогие мои распродажа у нас очень скоро закончится поэтому времени на обдумывание нет абсолютно сразу говорю что мы не ставим на броне потому как растение остается мало желающих много поэтому то что вы выбираете мы откладываем вы оплачиваете мы отправляем если вы не не отписались и дали нам никакой реакции то есть растения продаются людям которые которые желают и хотят их приобрести не обижайтесь но ждать мы не можем еще раз говорю мега распродажа мы освобождаем места растения разъезжаются нам нужно много места соответственно цены мы сделали когда мою любимая моя любимая фраза сцены мы сделали очень вкусными очень доступными потому что растения шикарные размеры шикарные кому интересны кто хочет пополнить свою коллекцию милости просим приезжайте к нам в гости плюс ко всему мы отправляем мы отправляем в казахстан мы отправляем белоруссию мы отправляем по все во все регионы нашей страны пишите спрашивайте и оставайтесь с нами подписывайтесь на наши каналы а следующий ролик будет именно обзорный всем пока